Сегодня судебный процесс начался с того, что суд вынес частное определение мне и моим коллегам Семидляеву и Курбединову. В частности, суд посчитал, что 11 и 12 мая, на даты которой были назначены заседания, мы не явились по неуважительной причине. Вместе с тем, как мы пояснили суду, что мы в этот период выполняли требования Роспотребнадзора, находились на самоизоляции и вместе с тем заблаговременно уведомили суд. Однако, наши доводы суд отверг и вынес частное определение в соответствующие адвокатские образования. Мы, безусловно, данное решение обжалуем. Вместе с тем, мы считаем, что такое решение направлено на оказание давления на защиту. В ходе самого допроса данный свидетель, в принципе, ответил на вопросы государственного обвинения. По сути, подтвердил ту легенду, я иначе назвать ее не могу, которая изложена в обвинительном заключении. Как только начался допрос со стороны защиты, свидетель на подавляющее большинство вопросов отвечал, что он не помнит, поскольку время прошло достаточно много, не знает. Либо ответ на этот вопрос может повлечь раскрытие подлинных данных о его личности. Мы считаем, что это как раз-таки эти обстоятельства свидетельствуют о том, что данный свидетель и его показания являются недопустимыми. В ходе уже полного анализа представленных доказательств стороной обвинения защиты будет прорабатываться вопрос относительно подачи и заявления соответствующих адаптаций о признании, в том числе показаний свидетелей под псевдонимом, недопустимыми. Передали слава и благодарность всем, кто приехал их поддержать в Ростов, все, кто держат за них кулаки, так сказать, в Крыму и за его пределами. И выразили уверенность в том, что в самое ближайшее время эта несправедливость закончится, и они смогут жить на своей земле, воспитывать своих детей, исповедовать религию так, как они считают правильным, и нести благо всему обществу, что, собственно, они делали до задержания. Редактор субтитров А.Семкин